Привет! Меня зовут Оля, я дизайнер интерьера. Я являюсь основателем студии Lordic Design. За всю свою практику я разработала более 50 проектов жилых пространств и 90 проектов общественных пространств, в том числе офисов, отелей, ресторанов, каворкингов и других. Я решила стать дизайнером достаточно в юном возрасте, примерно в четвертом классе, глядя на свою маму, которая является дизайнером старого образца. Так что я сам в детстве смотрела на то, как делаются чертежи на миллиметровках, как клеятся все эти макеты из бумаги, поэтому я для себя четко определила, кем я хочу быть. И таким образом после школы я поступила в университет технологии дизайна или тряпочка, как его еще называют. Я готовилась к вузу несколько лет до поступления, и поэтому первые несколько лет дались достаточно легко. Но последний год, когда мы сдавали уже, как раз-таки готовились к диплому, писали работы все эти бесконечные, это было уже не так просто. И я заканчивала университет с мыслью о том, что только не продолжение вуза, только практика. Но дальше как-то постепенно я начала задумываться, о том, что было бы здорово получить образование за рубежом. И я начала дополнительно изучать английский язык, сдавала IELTS и пробовала поступить в Милан, но меня не взяли. Поэтому я как-то так очень хорошо вышла с университета с хорошими результатами, решила, что ладно, подам свои документы дальше. И в итоге прошла на бюджетную магистратуру. И, собственно, мой практик внутренний сказал мне, ну как так, бюджетную магистратуру пропускать нельзя, поэтому я пошла дальше учиться. И были еще два следующих года. В магистратуре мы меньше занимались практикой, мы больше занимались именно теоретическими знаниями и писали диссертацию. Что могу сказать про вуз? Там есть свои плюсы, есть свои минусы. Минусы большим, начну с минусов, хотя говорят, что надо начинать с плюсов. Начну с минусов. Минусы были, заключались в том, что было очень много теорий в вузе и совершенно отсутствовала практика. Поэтому после того, как я вышла из вуза, это была целая настоящая пропасть. Как перейти от теоретических знаний к практическим, это вот, пожалуй, самый главный недочет. Что касается плюсов, то магистратура все-таки дала большую аналитическую базу. Ну и также нельзя забывать про тот момент, что в вузе мы учимся общаться с разными людьми, с разными типами людьми. Это сильно влияет и очень помогает в дальнейшем при формировании социальной базы на пути ставления дизайнера. Эйфория после завершения вуза закончилась достаточно быстро. Я выходила из вуза с полным непониманием того, что все это делалось для того, чтобы дальше применять жизни. Но я поняла, что нужно дальше идти искать работу. И здесь я столкнулась с тем, что особенно, нас, скажем там, никто особенно не ждет. И наши проекты, которые мы делаем в университетах, они очень далеки от реальности, очень далеки от тех проектов, которые требуются при устройстве на работу в студии. Я была немножко более подготовленная в том смысле, что еще во время магистратуры, готовясь к финальному диплому, я начала проходить курсы в студии ArtGlug и поэтому имела какую-то хорошую базу, на основе которой просто даже при знании таких программ можно было устроиться в хорошую компанию. Я начала рассылать свои резюме. Не скажу, что были прям много ответов и что я ходила по собеседованиям очень много. И вот в этот промежуток, когда было достаточно тихо, мы с моей подругой решили, что нужно организовать, конечно же, свою собственную студию, такие амбициозные. И мы создали тогда группу ВКонтакте, начали выкладывать туда свои первые работы. Эта группа еще до сих пор существует, я иногда захожу там раз в три года. Приятные воспоминания. И в какой-то момент меня позвали на собеседование в компанию Amrest. Она занимается разработкой, не только разработкой, но и открытие в ресторанах полного цикла общественного питания. Это KFC и Pitshut на всей территории России. Таким образом, я стала сначала помощником главного дизайнера на окладе, по-моему, 40 тысяч в тот момент, оказалась вот эта удача. И после этого где-то два с лишним года я проработала и выросла до главного дизайнера. И меня даже ставили руководителем отдела. Но именно в тот момент я решила, что я закончила у них работу. Итак, я вышла на свою первую работу в Amrest на должность помощника дизайнера. И поначалу в мои обязанности входило выполнение всякой разной текучки. Помимо того, что мы рисовали новые рестораны, а я в этот момент, будучи помощником дизайнера, только еще училась этому, я также еще и помогала постоянным запросам от ресторанов, там, что-то куда-то передвинуть. Менялся формат ресторана, нужно было что-то переоборудовать и так далее. И я это все выполняла. Конечно же, мою работу проверяли более опытные дизайнеры, поэтому постепенно, постепенно я росла. Работа занимала очень много времени, мы работали внеурочно, но за счет этого получалось приобретать опыт. Из хорошего могу сказать также, из такого интересного, то, что когда моя неопытность сработала мне на пользу. Это тот момент, когда у нас взяли двоих дизайнеров на одну должность, меня и еще одного дизайнера с опытом на тот момент уже 13 лет, и нас взяли именно на соревновательной основе. И вот в тот момент моя неопытность и мое желание обучаться, и то, что я очень много где шла на уступки и хотела узнать все эти нюансы, сработали мне в плюс, потому что второй дизайнер со своими амбициями не смог справиться, и в тот момент у них произошел конфликт, и он в итоге ушел. Таким образом, это место досталось мне. Так что не стоит бояться своей неопытности, она иногда действительно играет нам на пользу. Также плюсом старта карьеры в большой корпорации является то, что там очень понятны правила роста. Таким образом, когда ты попадаешь абсолютно неопытный после университета, только с теоретическими знаниями, без практических, в большую корпорацию, ты очень быстро растешь, потому что понимаешь, что ты находишься в безопасной среде. И вот это стало для меня очень большой помощью при росте. Из хорошего могу сказать, ну помимо вот этой корпоративной культуры, очень сложно выйти из корпорации некоторым людям из-за того, что там действительно весело. И это в какой-то степени останавливает, потому что люди боятся вырваться из этого и понимают, что а такого больше нигде не предложат. То есть такой уровень комфорта может предложить только корпорация. Это то, с чем я столкнулась, когда я уходила, потому что я понимала, что я очень хорошо умела работать в брендбуке. Я его наизусть знала и даже сама его формировала. Когда нам присылали новые дизайны, созданные там из Польши, и нам нужно было их адаптировать под российский рынок, то есть я это все перерисовывала, перерабатывала под нужные материалы, адаптировала по стоимости, по бюджету. То есть была сделана очень-очень большая работа. Но в какой-то момент я поняла, что та часть, креативная часть ума моя, она абсолютно уснула. То есть я перестала понимать, а что красиво, что некрасиво. Я могу принимать очень быстрые решения в рамках брендбука, но я абсолютно не могу создать что-то самостоятельно прекрасное. Я подумала о том, что для этого ли я училась эти 6 лет. Все-таки я поняла, что мое призвание – это не в корпорации работать. Это лично мой опыт. Я ничего не имею в виду, не имею против корпорации, в принципе, работы в найме, потому что каждому свое. Но я для себя поняла, что мне хочется творить, мне хочется развиваться. И таким образом я приняла решение, что все-таки с корпорацией стоит уйти и попробовать себя в чем-то другом. И в тот момент я приняла для себя решение, что все-таки пора двигаться дальше и попробовать потворить по-настоящему. Но я двигалась абсолютно интуитивно. Как говорится, там важно soft skills, hard skills. Да, они были уже на работе, но я понимала, что со всем этим багажом я смогу куда-то устроиться и совершенно без работы я не останусь. Таким образом я начала самостоятельную деятельность. Я сняла, арендовала место в офисе дизайнеров, в Art Club сидела с другими дизайнерами и в тот момент начала делать свои первые проекты. Когда я уходила из МРС, у меня появился как раз таки мой первый заказчик, и мы с ним разрабатывали проект загородного дома. И в тот момент я уже пробовала, я подавалась в знакомые студии, но там не было места. Одной из таких студий была студия Kids Design. Я в ней хотела работать еще с момента университета, когда на шестом курсе писала магистрскую работу. И в ней как раз таки как один из хороших примеров российских аналогов рассматривала их работы. И таким образом я была знакома с руководителем студии и спрашивала, есть ли у них вакансии, но на тот момент у них не было свободных мест. И я начала работать на себя, вот несколько месяцев позанималась частной практикой, и в какой-то момент мне звонят из Kids Design и предлагают к ним присоединиться. И уже через неделю я стала частью их команды. В тот момент команда была небольшая, у нас было всего человек пять. А постепенно мы разрослись, и вот на данный момент, я уже не являюсь частью этой студии, но на данный момент там уже около 20 человек. Вот, и таким образом я пришла в Kids Design и стала там поначалу помощником дизайнера. Я не могу сказать, что я была полноценным дизайнером, поскольку, как я уже говорила, я умела хорошо работать по брендбук, но у меня очень страдала креативная часть. И таким образом я могла выполнять хорошо чертежи, делать подборки, подбирать аналоги. Ну, вот какую-то такую работу, которая была достаточно легко делегировать на первых этапах, но создание именно основной концепции, идеи, это все-таки еще принадлежало авторам студии. И постепенно, постепенно, постепенно мне давали все больше и больше обязанностей, и таким образом я охватила полностью. То есть плюс работы в небольшой студии, да и не только в студии дизайна, но в любой, наверное, студии, чего ни коснись, это как раз таки то, что ты выполняешь не только одну какую-то функцию, а ты выполняешь все функции постепенно, и таким образом ты учишься. Учишься и становишься полноценным дизайнером. Собственно, вот именно благодаря опыту в дизайн-студии Kids я раскрыла в себе потенциал именно вот этот креативный, который спал у меня много лет. И в тот момент, когда я поняла, что я научилась абсолютно всему, полному циклу ведения проекта, от создания картинки, идеи до реализации, потому что я еще и научилась в дизайн-студии Kids реализовывать проекты, ездить по стройкам, общаться с заказчиками, общаться со всеми подрядчиками, со строителями. Это колоссальный опыт, обязательный для каждого дизайнера. Вот в тот момент, когда я поняла, что все эти навыки были освоены, и что я себя уже уверенно в этом чувствую, я поняла, что пришло время делать следующий шаг. Это было непросто. Я пошла по той же схеме, как и ранее, подготовила подушку безопасности и ушла опять в никуда. Я приняла решение, что уже можно действительно двигаться дальше. Поэтому, когда я уходила из студии, у меня уже на тот момент было достаточно много проектов, уже были свои заказчики, которые ко мне уже возвращались. То есть, таким образом, уже работала с Рафаной Радио, и также я для себя приняла решение, что мне важно работать по-белому, и я открыла это. И примерно год я работала как частный дизайнер. Постепенно у меня появились помощники. Сначала было несколько, потом в итоге остался один. И мы до сих пор продолжаем сотрудничество. И я работаю по-разному. То есть, в основном я обращаюсь к аутсорсу, отдаю, делегирую визуализации, чертежи, иногда даже полностью концепции. Все зависит от загрузки, билетного желания. Так что, вот где-то через год, после того, как я поработала самостоятельно как ЕП, я приняла для себя решение, что нужно уже оформиться как-то более солидно, и создать сайт, оформить страницу, назваться по-другому. Таким образом, появилась студия Lord Design. Но год потребовался на то, чтобы сформировать портфолио, которое я могла опубликовать на этих площадках, потому что до этого я работала в студии, и в рамках этики я не могла выкладывать эти работы как свои, поскольку они принадлежат студию. Я для себя в какой-то момент поняла, что мне уже стало не так интересно делать руками. Мне нравится выходить на уровень арт-директора, когда я просто принимаю решения, когда я формирую структуры, команды. И поэтому сейчас, на данном этапе, мне интересно посмотреть, как у меня будет именно эта предпринимательская жилка показывать себя, как я здесь разовьюсь. Поэтому именно как классический дизайнер до этого я работала, когда я самостоятельно создавала концепцию, сама разрабатывала планировки, комплектовала все самостоятельно, чертила и так далее, мне это стало уже неинтересно. На сегодняшний момент для меня больше интерес представляет именно общение с людьми, создание команды, общение с заказчиком напрямую, привлечение интересных проектов. Поэтому посмотрим, во что это все превратится со временем. Это такой сложный вопрос, но если говорить про самое первое, то да, это, во-первых, изучить программы, потому что это первое, что помогает быстро выскочить профессионалам. То есть можно только на одних hard skills хорошо подняться, а дальше все равно никуда не деться без умения общаться, без умения коммуницировать, находить подход к другим людям. Поэтому этому тоже постепенно нужно прокачиваться. Исходите из себя, что вы действительно любите, и что вы не любите. Из этой комбинации можно найти для себя подходящее направление и в нем стать высококлассным человеком. То есть, как говорится, усиливать свои сильные стороны и стараться не обращать внимания на слабое. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...